В эфире программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти можно решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. С вами Инна Румянцева. Здравствуйте. Работа по благоустройству территорий города, района, двора – процесс бесконечный и требующий постоянного приложения к этому рук не только специальных служб, но и неравнодушных граждан. Сами работы зависят от того, в каком сезоне они проводятся. Благоустройство и сезонное содержание территорий внутригородского района – такова тема сегодняшнего выпуска. И мой собеседник – глава промышленного района Самары Данил Викторович Морозов. Здравствуйте, Данил Викторович. Добрый день. Данил Викторович, во многих районах стартовало сезонное благоустройство дворовых территорий. А сколько дворов в этом году, в этом сезоне благоустраивается именно в промышленном районе? В промышленном районе у нас в этом году запланировано благоустройство 6 дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда», 5 дворовых территорий по программе «Инициативное бюджетирование» и 8 дворовых территорий по программе «Содействие». Помимо всего прочего, также планируется большой объем работы по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров. То есть 6, 5 и 8 – это получается 19 дворов. Я прикинул сейчас в уме. В общем, это немало, надо сказать, за летний сезон, вот за этот весенний, летний. Летний сезон имеет свои особенности. Какие работы, как правило, проводятся в этот период исключительно? Если мы говорим про строительные работы, то, конечно, летний сезон у нас подразумевает с собой все работы по благоустройству дворовых территорий. В первую очередь, это и вышеупомянутые внутриквартальные проезды и тротуары, это устройство детских площадок, спортивных площадок, установка малых архитектурных форм, установка внутриквартального освещения. Например, у нас есть люди, которые по программе содействия даже сумели провести себе водопровод по программе «Вода в дом». Набор программ, именно набор видов работ в этих программах абсолютно обширный, ограничиваются, наверное, только фантазией жителей в данном случае. Надо же. Какие возможности? Работа по благоустройству дворов, разумеется, плановая. И чтобы непосредственно приступить к работе, как правило, сколько времени уходит на эти планы, на подготовку? Где-то выходит месяц-два на то, чтобы инициативная группа с нашей помощью подготовила весь необходимый пакет документов, подготовила заявку. Соответственно, эту заявку рассматривает район, город и область. Если мы говорим про программу содействия, то это все происходит довольно быстро. Конкурсная комиссия определяет победителей. И уже, если мы, например, в этом году с инициативной группой собрали весь необходимый пакет документов, заполнили заявку, определили, какой процент софинансирования, если мы говорим про программу содействия, то уже на следующий год мы можем приступить к благоустройству в два раза. Сама работа занимает, по большому счету, ну, месяц. У нас, если мы говорим про этот год, у нас окончание работы по контракту 31 октября. Но я абсолютно уверен, что все работы по благоустройству дворовых территорий и по комфортной городской среде, и по содействию, и по инициативному бюджетированию мы в этом году закончим до 31 августа. Это обрадует многих жителей этих дворов. В промышленном районе Самары по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» с начала сезона благоустройство обновляют шесть дворов. Один из них по адресу Матроса, 18. У нас есть сюжет об этом. Давайте посмотрим. Во дворе дома на Матроса, 18, с апреля идут строительные работы. Подрядчик убрал устаревшие детские аттракционы, расчистил площадку, сейчас занимается обустройством дорожек и тротуаров. Выполнены работы по установке тротуарного бордюра, также устройство основания из песка, биотексиля и щебня. Заканчиваются работы по укладке тротуарной плитки. В дальнейшем нам предстоит устройство резинового антитравматического покрытия. Решение привести в порядок двор поддержали жители дома на общем собрании собственников жилья. Затем направили заявку на благоустройство в районную администрацию и утвердили дизайн-проект. Программа «Комфортная городская среда» изначально предусматривает инициативу жителей. Жители выходят с какой-то инициативой от себя, участвуют активно в разработке проекта, помогают нам на стадии проведения работ контролировать качество работ и потом принимают участие в приемке. Здесь у нас будет с вами отремонтированы дороги и тротуары, построена детская площадка, установлены малые архитектурные формы и антитравматическое покрытие. Местные жители надеются, что благодаря совместно разработанному дизайн-проекту во дворе будет комфортно представителям разных поколений. Больше делали для малышей, потому что дом молодежный, очень много малышей. Ну и взрослые, конечно, есть, выходят здесь, сидят на площадке, отдыхают. И парковка увеличится у нас еще, прибавится одна парковка, потому что раньше это не делали, а сейчас машину надо ставить куда-то. Поэтому, конечно, очень хорошо будет у нас во дворе теперь. Помимо этого двора, на средства национального проекта в промышленном районе благоустроят еще пять территорий. На Демократической 32, Нововокзальной 134, Нововокзальной 136 и 144, на проспекте Юных пионеров 114 и Ташкентской 248. Губернаторский проект «Содействие» позволит обновить еще восемь территорий в районе. Также в промышленном районе ведется третий этап благоустройства парков «Молодежный» и «Воронежские озера». Напомним, продолжение работ стало возможным благодаря лидирующей позиции этих территорий в голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как вы уже говорили, существуют разные программы. Это и федеральные, и муниципальные, и районные, в рамках которых проводится благоустройство наших дворов. В сюжете, который мы с вами сейчас посмотрели, некоторые из них уже прозвучали, и вы озвучили некоторые из них. Ну, давайте подробнее остановимся. Расскажите, что это за программы, в чем их общее, чем они отличаются друг от друга. Давайте поподробнее. Программы, по которым мы можем благоустроить наши с вами дворы. Что у них общего? Во-первых, во всех этих программах есть одно общее, и на этом мы еще с вами поподробнее чуть позже остановимся. Никакая программа благоустройства невозможна изначально без инициативы жителей. У истоков любой программы по благоустройству стоят жители, и только они совместно с нашими сотрудниками определяют виды работ, определяют объем работ, что бы они хотели видеть на своей территории. Комфортная городская среда, как мы уже с вами выше озвучивали, одна из видов программ. На сегодняшний день у нас 318 дворовых территорий готовы, выразили участие, готовность свою принять участие в благоустройстве по данному виду программы. Также у нас с вами существует программа содействия. Как мы уже озвучили, у нас в этом году 8 территорий благоустройства по программе содействия. Чем хороша эта программа? Здесь, опять же, инициатива исходит от жителей. Мы встречаемся, обсуждаем проект, помогаем в подготовке документации. Всю документацию даем на конкурсную комиссию в правительство Самарской области. Определяем проекты победителя. И вот в результате этой всей работы у нас в этом году 8 дворовых территорий будут благоустроены. Чем она отличается от программы комфортная городская среда? Эта программа предусматривает софинансирование от жителей. Но этого не надо бояться. Это совершенно невеликие деньги. Опять же, никто не говорит о том, что обязательно жители должны идти и искать какие-то средства, изыскивать для того, чтобы принять участие в этой программе. Это может сделать и социально направленный бизнес, такие примеры у нас есть, и управляющие компании успешные тоже за счет своей прибыли вносят софинансирование за жителей. И такие примеры у нас есть. В частности, дом по Рыльской, 24. Если кто не знает, посмотрите на карте, что это за район, где это находится. Пятиэтажка, хрущевка. Тем не менее, люди приняли участие в этой программе. И управляющая компания пошла им навстречу, внесла софинансирование. Все возможно. Надо только верить, захотеть и найти правильный вариант решения. А программа инициативного бюджетирования, это что такое? Программа инициативного бюджетирования, по большому счету, чтобы здесь не ломать голову нашим уважаемым телезрителям и гражданам, по большому счету это та же самая программа содействия, которая выполняется на тех же условиях. Единственное, в этой программе предусматривается как софинансирование, так и вариант, например, трудового участия жителей. Если жители не могут собрать софинансирование, то они могут принять участие своим трудом и какие-то виды работы выполнить сами. Ну, это тоже хорошая альтернатива. В случае с МКД по адресу Матроса, 18, местные жители направили заявку в администрацию, разработали дизайн-проект и уже вот этим летом буквально смогут наслаждаться новыми комфортными условиями во дворе. А вообще, какие предпочтения, как правило, высказывают, проявляют жители и вообще, что входит в комплекс работ по благоустройству дворов? Предпочтения разные, но, наверное, основное это внутриквартальные проезды и тротуары. Спортивные площадки, детские площадки, установка малых архитектурных форм, освещение внутриквартальное, эти виды работ тоже входят. И, как я вам сказал, универсальные программы. В прошлом году, например, по программе «Вода в дом» мы провели водопровод в частный сектор как раз по одной из этих программ. А вот проблема парковок как-то решается благодаря всем этим действиям? Конечно, парковки в том числе, когда мы делаем внутриквартальные дороги и проезды, мы обязательно заранее с жителями обсуждаем, где бы они хотели видеть парковочные места, в каком количестве, где расположить автомобили, где детские игровые площадки, чтобы они ни в коем случае не мешали для полноценного отдыха жителей. То есть никакая работа внутри двора не проводится без предварительного обсуждения с жителями многоквартирных домов? Мы обсуждаем как изначально на этапе подготовки проекта, так и уже в процессе выполнения работ у нас жители самым активным образом принимают участие и контролируют и ход выполнения работы, и сроки, и качество. И бывают случаи, когда технологические процессы подразумевают какой-то перерыв. На неделю, например, подготовили под укладку дороги, вот готовим сейчас техника, там завтра-послезавтра зайдет. Уже беспокойные жители сразу звонят, пишут, не работают два дня. Безобразие. Приходится объяснять, что дорогие мои, все по плану. Поэтому жители очень активно участвуют и в процессе выполнения работ, и потом в приемке этих работ. А мнение жителей всегда учитывается? Или все-таки случаются ситуации, когда говорят... Есть какие-то строительные нормы, есть законы, которые мы никак не обойдем, но мнение жителей мы тоже учитываем. Где это невозможно, мы все-таки объясняем, что вот так вот не получится, должно быть вот так, вот так и вот так. Но в целом мы отталкиваемся в первую очередь от мнения жителей. То есть бесконфликтно удается разрешить даже всякие спорные ситуации? Спорные ситуации бывают, бывают очень часто, но пока нам удается их решать. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. А как горожанам принять участие вот в той или иной программе благоустройства? Я что имею в виду? Нужно ведь где-то взять информацию. Вот как об этом узнать, с какой инициативой выйти, куда обращаться? Информацию по участию в программах, что из себя представляет программа, можно посмотреть на нашем официальном сайте администрации промышленного района. Можно обратиться по телефону в промышленном районе, который у нас практически работает в круглосуточном режиме. Мы его вам тоже оставим. Мы его дадим на экран обязательно. У нас есть институт, управляющий микрорайонами, которые практически круглые сутки в рабочее время находятся на территории. Они обладают полной информацией. У нас есть институт территориальных общественных советов самоуправления, которые тоже в курсе и подскажут всегда. Я всегда открыт в сетях. Если вам что-то непонятно, мы в любом случае можем вас пригласить к себе, подсказать, объяснить, как принять участие в той или иной программе. Главное, еще раз повторюсь, это желание. А что такое проект «Мой дом»? Проект «Мой дом» – это замечательный проект, который у нас проходит уже второй или третий год, если мне не изменяет память. И он направлен в первую очередь на повышение грамотности старших по домам, просто активных жителей. Именно для того, чтобы научить их как раз-таки и вопросом, как можно благоустроить свои дворовые территории, и вопросом управления многоквартирными домами, и вопросом, очень важно, взаимоотношения с управляющими компаниями. Очень важный вопрос, который остро встает каждый день. Вопросов много, многие не понимают, как поступать в той или иной ситуации. И как раз-таки вот семинар «Проект «Мой дом»» и предусмотрен для того, чтобы все эти вопросы решать. На подсеминаре «Мой дом» у нас присутствуют руководители управляющих компаний, государственная жилищная инспекция, которые все разъясняют. Также по необходимости мы можем приглашать и каких-нибудь там, например, ресурсников, когда вопросы встают по непониманию, например, несправедливых начислений за электроэнергию, за общедомовые нужды. Очень живой проект, очень помогает и очень пользуется большим спросом. У нас есть сюжет о том, как прошел такой обучающий семинар в рамках проекта «Мой дом» с председателями МКД, ТСЖ, ЖСК промышленного района. Я предлагаю посмотреть. Как пользоваться разделом «Дом» в приложении госуслуги? За что можно привлечь нарушителей порядка? Какие изменения внесены в законодательство, регулирующее сферу ЖКХ? Эти и другие вопросы обсудили в администрации промышленного района на семинаре в рамках проекта «Мой дом». В зале почти нет пустых мест, а значит обсуждаемые темы актуальны для жильцов многоквартирных домов. Оксана Иванякова два года является председателем МКД. Обучающие семинары она не пропускает, узнает много нового и применяет свои знания на практике. Благоустраивает придомовую территорию, помогает жильцам решить их вопросы. В этот раз Оксана пришла на встречу, чтобы поделиться своим опытом. Я расскажу о том, как я стала председателем, как мы со всеми жильцами пользуемся госуслугами «Мой дом», и также как мы взаимодействуем с управляющей компанией и с администрацией нашего промышленного района. Те, которые становятся председателями, либо председатели, которые не очень активные, они узнают много нового. То есть, как бы, бывают люди, которые не пользуются еще пока госуслугами «Мой дом», либо не участвуют в проекте содействия, либо не знают, где найти источники финансирования. На встрече рассказали о возможностях приложения госуслуги «Мой дом». Объяснили, за что можно привлечь к ответственности нарушителей порядка на придомовых территориях. Так, за припаркованный автомобиль на газоне водитель может получить штраф в размере 3000 рублей. В конце семинара председатели смогли задать интересующие их вопросы. Для граждан это очень важная и полезная информация, потому что все-таки старшие по дому, инициативные граждане, они по большей части находятся на своей придомовой территории, занимаются ее благоустройством и развитием. По большей части именно наши представители МКД и занимаются всем тем развитием территории, которые происходят внутри микрорайона, из которого складывается потом инфраструктура всего района в целом. Обучающие семинары направлены на содействие гражданам в вопросах управления и содержания многоквартирных домов, помочь решить проблемные ситуации. Такие обучающие семинары набирают ход. Естественно, уже проект работает почти три года, как вы ранее сказали. Можете ли вы уже сейчас оценить их эффективность? Действительно ли возрастает и правовая грамотность старших по домам, и, главное-то, повышается эффективность управления многоквартирными домами? Я вам хочу сказать, обратная связь есть. И действительно, грамотность старших по домам повышается. Можно даже смотреть по тем обращениям, которые к нам поступают. У нас 1400 волонтеров проекта «Мой дом». Практически по волонтеру на каждый дом. У нас всего 1500 многоквартирных домов и 1400 волонтеров. Не обязательно это старшие по домам, могут быть просто активные жители. И у нас как минимум 1400 очень грамотных на сегодняшний день людей, которые четко и правильно ставят вопросы и уже разбираются, где, у кого, какие полномочия, кто за что отвечает, где привлечь управляющую компанию, где, например, рекоператора, если мы говорим про перевозку мусора, где сетевиков, а где уже надо и ГЖИ из прокуратуры попросить подключиться и провести, например, те или иные контрольные проверочные мероприятия. Поэтому очень полезный семинар, который действительно повышает грамотность старших по домам. А старшие по домам торопят с проведением таких семинаров? Они интересуются когда, когда? Очень сильно интересуются, мне постоянно поступают вопросы, в частности, в ВК, в телефоне. У многих жителей есть мой телефон, у кого нет, я всегда доступен в ВК. Вопросы поступают постоянно. Когда будет семинар «Мой дом», вот у нас есть вот такой-то вопрос, давайте, пожалуйста, пригласим, например, ГЖИ и какую-то структуру, и на этом семинаре обсудим. Запросы есть такой постоянно. И на этом семинаре удовлетворяются запросы старших по домам? Да, да, это практически именно семинар, который настроен помогать людям решать проблемы. Не только проводить какую-то теоретическую часть обучения, а именно и практически решать вопросы сразу. И налаживать взаимодействие, наверное, и с управляющими компаниями, и с какими-то службами, необходимыми в грамотном управлении многоквартирными домами. Конечно. Кроме решения задач по благоустройству дворов, существуют ежедневные вопросы. Будничные, по поддержанию чистоты и порядка в районе. Какие мероприятия проводятся непосредственно с этой целью? Уборка территории у нас проходит в круглогодичном режиме. И зимой, и весной, и летом, и осенью. Здесь надо понимать, может быть, где-то и информация уже для жителей лишняя. В любом случае у нас за все, что происходит в районе, отвечаю я, отвечает глава района. Но для понимания у нас есть территории, которые закреплены за управляющими компаниями, и они несут за них ответственность, за их санитарное содержание и уборку. И есть неразграниченные территории, за которые отвечает МБУ промышленный район. И там, и в этом случае, и в другом работы ведутся активно. У нас в МБУ промышленного района на постоянной основе работает 4 бригады. Техника, которая занимается содержанием территории. Конечно, зимой это чуть-чуть посложнее с учетом снегопадов. Летом это покос травы, это вывоз мусора, это вырубка порослей, деревьев и так далее. По управляющим компаниям тоже поступают периодически к нам обращения и жалобы, что тут греха таить. Есть у нас управляющие компании, которые явно нерадивые и не справляются со своими обязанностями по содержанию территории. Есть компании, которые справляются. К нерадивым управляющим компаниям мы принимаем меры. У нас есть административная комиссия, которая усиленно работает в этом плане и привлекает к административной ответственности управляющие компании, которые не могут содержать свою закрепленную территорию в нормативном состоянии. У нас есть государственная жилищная инспекция, с которой мы также работаем по контролю за управляющими компаниями. И у нас есть прокуратура, с которой мы тоже тесно работаем, в именно процессе контроля работы управляющих компаний в содержании своих закрепленных территорий. И хочу вам сказать, что есть определенные плоды, есть управляющие компании, которые делают какие-то выводы, А те управляющие компании, которые выводы делать не успевают, мы их, в частности, по результатам зимнего содержания, в результате нашей совместной работы с прокуратурой и государственной жилищной инспекцией, штрафуем и штрафуем на очень серьезные суммы непосредственно руководителей. И потом приходится задумываться и делать выводы все-таки? Другого варианта нет. Кто не сможет сделать выводы, эти люди у нас в районе работать не будут. А вот куда обращаться с жителем, если есть замечания по качеству выполняемых работ? Куда обращаться с жителем? Есть отдел жилищно-коммунального хозяйства, есть, опять же, телефон, который мы вам оставим, сайт. Я всегда открыт. У многих жителей, еще раз повторюсь, есть мой непосредственно личный телефон, и есть у меня страница ВКонтакте, где я тоже могу вам потом после передачи для интереса открыть. В постоянном режиме поступают сообщения и днем и ночью все их отслеживаю, на все отвечаю, все контролирую выполнение. То есть обратная связь будет дана обязательно? Однозначно. Если где-то вдруг не реагирует ваша управляющая компания, нету какой-то реакции, вот ваше обращение в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пишите мне, я разберусь, все вопросы держу на комплексе. А вообще, часто ли тревожат администрацию промышленного района с подобными обращениями, я имею в виду с жалобами или на МБУ, или на управляющую компанию? Администрацию промышленного района тревожат очень часто, и мы этого не скрываем. У нас большой район, у нас много разных управляющих компаний, и есть управляющие компании, к которым есть вопросы. Поступает очень много обращений, но мы их все стараемся быстро, систематично отрабатывать. А на что жалуются? Жалуются на мусор, жалуются на покостровы, жалуются на то, что не производится опиловка деревьев. Но здесь опять же надо смотреть. Опиловка деревьев в некоторых моментах, когда это придомовая территория, это зона ответственности управляющей компании. Здесь надо четко разбираться. Это мы вообще опять возвращаемся к семинару «Мой дом», где сейчас зона ответственности. Если деревья расположены на вашей придомовой территории, то их может вам сделать опиловку ваша управляющая компания только после собрания собственников и за счет средств текущего ремонта. Исключение составляют аварийные деревья. Но это уже нюансы, в которые в принципе жителям вникать даже, наверное, не имеет смысла. Достаточно оставить обращение либо в отделы жилищно-коммунального хозяйства, либо непосредственно мне. Мы уж там разберемся, кто придет вам и спилит, например, то или иное дерево. У нас остается пару минут до конца программы. Возможно, вы хотели бы что-то сказать важное для жителей вашего района. Ну, если мы вернемся к теме нашей программы, я вам хочу сказать по поводу благоустройства дворых территорий. Часто слышу на встречах, что ну нет, вы знаете, это невозможно. Вот и дом у нас никогда не соберется, у нас не активные жители. И денег у нас нет, никто за нас не заплатит. Дорогие мои жители, в частности промышленного района, не бойтесь, дерзайте, мечтайте, выполняйте. У нас есть примеры, я еще раз повторюсь, когда люди с не самых территорий благоустроенных принимают участие в этой программе и очень успешно. И им помогают и социально ориентированный бизнес, и управляющие компании. Если вы имеете огромное желание благоустроить вашу дворовую территорию, но не знаете, как это сделать, не знаете, например, с какой стороны найти софинансирование, Приходите к нам, обращайтесь ко мне, мы всем поможем. Главное, чтобы была инициатива от вас. И вместе мы сделаем наш район самым благоустроенным и комфортным. Ну, как говорится, ваши слова до богу в уши. И главное, это действительно получается инициатива жильцов. Благоустроенный двор, район, город – это наше хорошее настроение, наш комфорт, наше здоровье. А потому давайте поддерживать их чистоту и красоту, как делаем мы это в собственном доме. Данил Викторович, я благодарю вас за беседу. Напомню, сегодня в совете нашего дома принимал участие глава промышленного района Самары Данил Викторович Морозов. На этом я с вами прощаюсь. Уюта всем и комфорта!